Прямо сейчас разворачивается новая космическая гонка. Она не похожа на ту, что была во времена Холодной войны. В ней больше игроков, прежде недоступные технологии и экономические возможности. Но главное — цель. Первая база на Луне. Это больше не фантазии футурологов и фантастов. Это будущее, которое начинается прямо сейчас. Только что НАСА успешно запустила к Луне самую мощную ракету современности. Она единственная из доступных человечеству, которая сможет доставить первый за полвека космический корабль и первые грузы, чтобы начать строительство вокруг и на самой Луне. Пока без людей на борту, тестируют систему и отлаживают процессы, в нагрузку полетели 10 лунных спутников. Это лишь первый этап создания инфраструктуры в будущей колонии. Несколько аппаратов разведают уже более детально залежи водяного льда, источников водорода, самых нужных ресурсов для жизни и строительства на Луне на первых порах. Именно в том районе, где планируется поселение, причем не только американцами с европейцами, но и китайцами. Другие несколько спутников измерят космическую радиацию поверхности Луны, чтобы мы лучше подготовили защиту для первых поселенцев. Китайские ученые тем временем обнаружили новый минерал на спутнике Земли. Образцы грунта доставил домой аппарат ЧАН-Э5. Бессветный прозрачный столбчатый кристалл содержит один из самых редких на нашей планете элементов — гелий-3. Здесь его всего, по оценкам геологов, несколько сотен килограммов. На Луне же — до 2,5 миллионов тонн. Правда, у нас пока нет технологий, чтобы его использовать как эффективное топливо. Но теперь стало ясно, что на Луне ресурс может залегать в такой удобной для работы форме. И вот Китай уже объявляет об увеличении количества новых миссий к Луне. Дополнительно три пуска в ближайшие несколько лет. И планирует уже начать создание там исследовательской станции. Это историческое время. Мы начинаем по-настоящему колонизировать космос. Но нас с вами ждет не веселый круиз с приключениями в будущее, а полное опасности и путешествие в неизвестность. Это мир, где буквально все не так, как мы привыкли. Самое безобидное, на первый взгляд, событие может обернуться смертью или катастрофой всей колонии, а с ней и сворачиванием лунных программ и очередным крахом надежд. Так зачем мы туда летим, вкладывая космические ресурсы, сравнимые чуть ли не с ВВП далеко не с самых маленьких стран? Почему всерьез надеемся закрепиться там в этот раз, если в прошлый не смогли? И какая жизнь ждет тех, кто отважится стать первыми обитателями Луны? Реальность вместо ожиданий. Я отвечу на эти вопросы в ролике как романтический реалист или скептический мечтатель. То есть, как тот, кто предпочитает даже в мечтах считаться с фактами, потому что тогда выше вероятность, что воображаемое удастся воплотить. Я Влад, это Сайуан и спецвыпуск Пушки. Рубрики про новые научные загадки, открытия изобретений и идей, которые вдохновляют жить и исследовать, а не разрушать и убивать. Начинаем. Если прямо сейчас вы окажетесь на Луне там, где готовятся строить базу, то первое, что вы заметите, это огромная яркая и перевернутая Земля. Австралия будто бы где-то на севере, а Европа на юге. Но так только потому, что это вы как бы вверх тормашками. Ведь вы сейчас стоите на южном полюсе Луны. Отсюда кажется, что Земля словно застряла. Она лишь поднимается и опускается над горизонтом, вверх-вниз. Кстати, Земля нам дома легко забыть, а там не получится. Луна вообще-то вращается вокруг своей оси. Просто происходит это синхронно с оборотом вокруг планеты. Отсюда, на Земле, иллюзия неподвижности Луны. Ведь мы видим всегда одну и ту же ее сторону. Солнце же там, где вы сейчас находитесь, никогда не скрывается за горизонтом. Но и не поднимается высоко. Поэтому здесь вечный то ли закат, то ли рассвет. Из-за чего тени всегда длинные. Здесь вовсе не та, по космическим меркам, приветливая равнина, где высадились первые люди. Здесь всюду возвышенности на сотни и сотни метров. Холмы и что-то вроде гор. Из-за чего сажать корабль здесь намного сложнее. Да и связь с Землей непостоянная. Проходимость сигнала будет зависеть от положения Земли на небосклоне. Длинные тени здесь прокатываются по всему рельефу, постоянно что-то погружая во тьму, а что-то выставляя на свет. От этого температура постоянно скачет то тут, то там. Освещенные поверхности прогреваются до плюс 120 градусов по Цельсию. То есть может закипеть вода, если незащищенную емкость с ней оставить на виду. В тени же до минус 230 градусов холоднее всего в кратере, у подножия которого вы сейчас находитесь. От края вниз до дна около 4000 метров. Там вечная тьма. Свет не проникал уже миллиарды лет. Первыми станут лучи от созданных людьми приборов, которые доставят сюда, когда начнут строительство базы. А строить будут именно здесь, наверху у спуска в кратер. Это место намного, намного сложнее для выживания, чем точки первых в истории высадок. Но именно его выбрали, не сговариваясь, но единодушно для своих таких разных лунных программ и проектов. Американцы и европейцы и китайцы. Во многом ради того, что скрывается на дне этого кратера. Ради огромных залежей водяного льда. Их обнаружили со спутников, но теперь надо убедиться, что это была не ошибка расчетов и анализа собранных данных. И мы действительно найдем то, на что так надеемся. Ведь вода это ключевой ресурс, который нужно добывать первым с началом колонизации Луны. Хотя бы в надежде сэкономить на поставках с Земли. Лететь сюда не полгода, как до Марса, а все-таки быстрее, в идеальных условиях три дня. Но каждый запуск это все еще крайне дорого и рискованно. Первый полет новой Луны ракеты НАСА переносили два раза, а стоил он около 4 миллиардов долларов. Так что чем больше мы сможем добывать на месте, будь то Луна, Марс или другие уголки космоса, тем выше шансы на создание там надежных, постоянных баз и, главное, на их развитие со временем до поселений. Если же или когда доберемся до Марса, то возить воду будет выгоднее с Луны, лунную воду, потому что ракетам оттуда дешевле взлетать. Слабее гравитации, меньше требуется топлива, а значит больше полезного можно взять с собой. На Южном полюсе, где мы сейчас находимся, света достаточно, чтобы там же топить лед и получать воду без лишних расходов энергии. А дальше можно завести частями разработанные специально для Луны промышленные установки, собрать на месте и с помощью них раскладывать местную воду на составные, кислород для дыхания и водород для ракетного топлива и энергоснабжения станции. А что, если мы не найдем лед, и это все была ошибка разведки? Мы уже сейчас начинаем понимать, как воду вместе с кислородом можно добывать из этой пыли, реголита. Фокус в его химическом составе. В одном килограмме реголита 43%, то есть почти половина, это молекулы кислорода, остальные силикаты и оксиды металлов. Можно раскалить реголит до 900 градусов, кислород отстанет от минералов и дальше может соединиться с завезенным с земли водородом. Так мы получим воду. Эту технологию недавно протестировали на земле на минералах, близких по составу к реголиту. И получилось, получилось несложно и все еще дешевле, чем доставка готовой воды с земли. А чем дальше, тем больше ее понадобится. Часть пустят на полив первых сельских комплексов. Обеспечивать себя на Луне едой мы сможем не скоро, но в лунном грунте уже сейчас удалось вырастить первые растения. Пробовали пока только на земле с образцами реголита, которые доставили домой еще в 70-е годы. Но распечатали запасы только теперь. Новый эксперимент показал, что ростки пробиваются с трудом из-за большого биохимического стресса, но все же пробиваются. Они испытывают стресс, как если бы их высадили на засоленную или богатую металлами почву. Так что, как сделать по-настоящему плодородным реголит, чтобы не возить еще и землю с земли или какую-то альтернативу? Задача, которую еще предстоит решить биологам с инженерами. Но пока можно отправлять еду из дома. Но есть и другая серьезная проблема, из-за которой на Луне можно потеряться, если мы не подготовимся хорошенько. Об этом в короткой главе с рекламой. Это не очевидно, пока не окажешься на другом космическом теле. Чтобы понимать, где ты и куда двигаться, на Земле у нас есть старые добрые карты, GPS с другими системами навигации. Да просто можно оглядеться по сторонам и увидеть примечательное здание или гору. На Луне или Марсе пейзажи голые и однообразные. К тому же в первое время у колонистов вряд ли будут наземные станции для местного GPS. Можно идти по звездам, как когда-то мореходы, но лучший из них достигает точности около трех километров туда-сюда, что в суровых условиях Марса или Луны может быть критично, если тебе надо добраться до станции, а ты без связи, и запасы кислорода или заряда батареи, если ты автономный робот, на исходе. Так что уже сейчас несколько разных исследовательских групп по заказу НАСА создают систему позиционирования и навигации для будущего освоения космоса. И одна из новейших, простая по задумке, но хитрая в реализации. Стоишь посреди лунной пустоши, наводишь камеру на пейзаж перед собой, и система показывает, где ты находишься на электронной карте. Авторы скормили искусственной нейронной сети миллионы снимков поверхности Луны, так что она теперь может узнавать местность по изображению. Разработку будут использовать в НАСА. Там недавно запустили целый проект, чтобы решать до сих пор нерешенные задачи для освоения космоса, только за счет умелой работы с данными. Собрали 9 команд из дата-сайентистов, мастеров машинного обучения и больших данных. Еще один повод освоить одну из самых востребованных профессий не только в IT, а поможет начать, даже если нет опыта, обновленный курс образовательной платформы Skillbox. Он так и называется «Профессия дата-сайентист». И устроен он очень интересно. Сначала вы знакомитесь с азами работы с данными, осваиваете математику со статистикой, а затем уже осмысленно выбираете одно из направлений – аналитик данных, машинное обучение или дата-инженер. Что очень важно, учитесь вы на реальных данных, решая задачи максимально близки к реальным. Преподаватели – опытные специалисты из ВИЗы, СБЕРа и других компаний. Лично наставник будет подсказывать, где и какие у вас ошибки, и как с ними лучше справляться и действовать оптимальнее, без изобретения громыхающих костылей и велосипедов. Вы можете выбирать и уровень сложности, чтобы ваше обучение вписывалось в ваш график, и можно было совмещать с учебой или работой. Первый платеж вы можете сделать через 6 месяцев после начала курса. Это полезно, потому что, как считает в Skillbox, их студенты готовы начать зарабатывать в новой профессии еще до окончания обучения. Найти работу помогают эксперты платформы по трудоустройству. Начинающий дата-сайентист получает от 50 тысяч рублей, опытный – от 200 тысяч и выше. У Skillbox сейчас тоже черная пятница, так что скидки на курсы до 60%. Неплохой момент. Переходите по ссылке или сканируйте QR-код, там вы узнаете подробности о курсе «Профессия дата-сайентист», чтобы принять взвешенное решение. Самое интересное – содержание. Чему именно будут вас учить? Присмотритесь. Главная же и нерешенная проблема – радиация. Если вы окажетесь прямо сейчас на Луне, никто из ученых не сможет сказать, что станет с вашим здоровьем, если вы будете оставаться там не день-два, а месяц-другой. Новое, что интересно, это первое исследование уровня радиации на поверхности Луны показывает, что там она выше от 200 до 1000 раз, чем в среднем на поверхности Земли. Напомню, на всякий случай американцы за все годы программы «Аполлон» пробыли на Луне суммарно – 12 дней. И это были разные астронавты в каждом полете. Сейчас же мы готовимся к месяцам нахождения на поверхности или орбите Луны одних и тех же людей. Это означает, что мы впервые в истории так надолго окажемся без своего космического панциря – магнитосферы Земли. Напомню, это мощное магнитное поле, и оно не полностью, но неплохо защищает все живое от двух главных источников радиации за пределами планеты – космического и солнечного излучения. Заряженные частицы проникают сквозь материалы и тело. Не все оставляют след, но чем дольше мы подвергаемся такой бомбардировке, тем выше шанс повреждений в наших клетках на уровне ДНК. Поэтому сейчас на борту космического корабля, который отправили к Луне, в креслах для экипажа сидят два манекена. Один в самом современном защитном костюме от космической радиации, а другой – без всего. Эти манекены состоят из множества слоев, как стопка карт. В каждом слое сотни ячеек, а в них – кристаллы, пассивные дозиметры, которые примут на себя излучение. Когда же манекены вернутся на Землю, мы получим буквально карту облучения тела, самые подробные и точные на сегодня данные о том, как радиация проникает в ткани человека от головы до пальцев ног с точностью до квадратного сантиметра, и поймем, насколько справляется лучший из современных костюмов для защиты первых колонизаторов Луны. Но он не рассчитан на солнечные бури. Если вам не повезет оказаться на Луне без укрытия во время особенно большого выброса вещества на нашем светиле, то есть риск появления лучевой болезни, как у жертв радиационного поражения. Если же шторм застанет далеко от базы, то еще и связь, скорее всего, оборвется. Хорошо, если хотя бы электроника при вас останется в строю. Без магнитосферы Земли она тоже будет под сильнейшим ударом. Даже на МКС космонавты все еще под постоянной естественной защитой. Они всего в нескольких сотнях километров от поверхности Земли. Луна же слишком далеко, но она делает один оборот вокруг Земли за 27 дней, а значит, должна оказываться на время в защищенной зоне, которая называется хвостом магнитосферы. Солнечный ветер, постоянный поток частиц, как бы сдувает магнитное поле Земли. Так вот Луна оказывается в укрытии такого хвоста только на неделю за месяц. Этот момент легко опознать на глаз. Для землян это период полнолуния. Новое же исследование показывает, что защита получается такая же надежная, как палатка от дикого медведя. Можешь проскочить целым, а может и порвать тебя вместе с ней. Магнитное поле Земли на таком удалении уже треплется, как рваный флаг на солнечном ветру, поэтому там то прикроет, то накроет. Европейское космическое агентство уже поддержало разработку концепции надувной лунной базы. Его задача — просчитать, как можно возводить модули, где бы жили и работали люди, по толстым слоям бриголита, который должен стать естественной защитой от внешних излучений. Это означало бы, что мы можем не тратить грандиозные ресурсы на доставку каких-то массивных конструкций на Луну, что уже само по себе из-за дороговизны могло бы поставить крест на мечтах о колонизации. А здесь надуваем легкие, относительно недорогие модули, присыпаем грунтом, и надежная землянка на лунный манер готова. Для снабжения светом и теплом предлагается огромное зеркало из тонкой отражающей пленки. Через специальный колодец солнечная энергия будет поступать напрямую в модули, где можно устроить и теплицы, и жилье. Защитный слой реголита может достигать 4-5 метров, но хватит, по расчетам, и метра. А это уже спасет и от микрометеоритов, еще одной угрозы для будущих поселенцев, о которой приходится думать уже сейчас. Но это все будет необходимо, если мы решим колонизировать Луну сами, а не роботами. Это два совсем разных подхода. База с людьми или отправка машин. Оба появились еще во времена первой космической гонки. Американцам, вторым в космосе после советского Гагарина, было очень важно стать первыми людьми хотя бы на Луне. В Советском Союзе уважительно поздравили соперников с достижением, и официально, и неофициально, но для себя решили уже не догонять, а сэкономить в пользу других проектов. Для освоения Марса, Венеры и других интересных мест в космосе. Те научные результаты, которые нам необходимо на Луне получить, мы можем получить более простым и дешевым способом, с помощью автоматов. А в то же время, если мы сосредоточим все усилия на исследованиях Луны, то мы вынуждены будем прекратить более широкое наступление в космос. От того, какой подход победит сегодня, будет зависеть, станем мы обустраивать Луну для себя или отправим туда жить и работать машины. Так что разберем коротко единственные в мире лунные программы, которые уже воплощаются, причем успешно и даже без сильных отклонений по графику. Американцы верны своим космическим традициям и делают ставку на высадку людей и обитаемую базу, а догоняющие и осторожные китайцы выводят на новый уровень советский подход. Они готовятся строить на Луне город-машин. Дорогу к базе на Луне американцам откроет лунная космическая станция. Она называется Gateway и обращаться будет на орбите вокруг Луны. Поначалу маленькая, намного меньше МКС, внутри места будет как в небольшой студии, потом, как на МКС, к ней будут пристыковывать новые модули и тем самым расширять ее возможности. Она станет неким подобием первого космического порта. Именно с нее на посадочном модуле будут курсировать на Луну и обратно люди и через нее же будет доставка грузов, в том числе для строительства базы. Правда, это не лучшее, а вынужденное решение. Вообще, проект Gateway, вот в том виде, в котором его предлагают сейчас и на той орбите, которая предполагается сейчас, он родился от неполноценности космического корабля «Орион». То есть «Орион», который на сегодня выглядит таким переизданием «Аполлона», по баллистическим возможностям, по запасам топлива, по мощности двигателя, уступает «Аполлону». «Аполлон» полегче был, поэтому у него было больше возможностей. И «Орион» не может долететь на низкую окололунную орбиту, там около ста километров, куда «Аполлон» прилетал, чтобы высадить спускаемый аппарат по-быстрому и чтобы спускаемому аппарату потом возвращаться было недалеко. «Орион» может подлететь только на высокую орбиту, окололунную, и ближе ему нельзя соваться, потому что иначе он обратно не улетит, ему у нее топлива не хватит, потому что он тяжелее и потому что объем топлива меньше. И тогда предложили, что «А вот давайте мы еще станцию построим, чтобы «Орион» летал на станцию, а со станцией уже между станцией и Луной курсировал другой, более масштабный космический аппарат, вот спускаемый уже». Проекта «Базы» у американцев пока нет. Они заняты насущным, тем, чтобы уложиться в график и уже через полтора года отправить не манекен, а экипаж из четырех человек к Луне. Они должны будут облететь Луну и вернуться домой. Затем только начнут готовить к запуску на лунную орбиту основные модули станции Gateway. А в разработку сейчас запущено то, что понадобится во время первой же в этом веке высадки людей на Луну — транспорт. Один из роверов — это фактически первый лунный дом, правда, на колесах. В нем можно будет снять скафандры, отдохнуть и сменить локацию. Зато идея «Базы» есть у европейских партнеров НАСА. Лунная деревня. Это концепт целого поселения на Луне, и он выбивается из традиционной логики освоения космоса, где все время какое-то соперничество и гонки. Речь не про какую-то хитрую технологию, а про взаимодействие. Предлагается сделать проект открытым, в том числе технологически и экономически для любых игроков, государств, компаний и частных инициатив. Нет единого центра финансирования и принятия решений, нет мегапроектного шапкозакидательства, зато есть координация усилий и обмен информацией, от чего выигрывают все. Например, в различных институтах разных стран сейчас исследуют возможности по использованию лунного грунта. Можно ли его переплавлять, делать из него кирпичи или другие очень нужные в колонизаторском быту вещи? Одно из исследований показало, что можно очень просто, фактически как в детстве линзой, прожигать реголит, а солнце, я напомню, там печет крепко, и этот серый песок, похожий на пыль, становится плотным, получаются брикеты для строительства. А его строительство надо делать на Луне как можно дешевле. Поэтому одно из очень активных направлений подготовки к созданию лунной базы — 3D-принтеры. Сейчас мы уже умеем печатать дома из цемента. Процесс настолько упростился, что можно возвести до 10 построек за земные сутки. А значит, на Луне это развязало бы нам руки за счет низкой себестоимости строительства. После успеха с запуском самой мощной ракеты современности, СЛС, следующий шаг американцев — отправка той же ракеты с тем же кораблем «Орион», но уже с экипажем из 4-х человек. Они должны облететь Луну и вернуться домой. По графику это должно состояться в мае 2024 года. А уже в следующем, 2025 году, запуск первых элементов станции «Гейтвей» с кораблем и экипажем. Тогда же люди впервые за полвека высадятся на поверхность нашего спутника. И их первая задача — работы по разведке залежей льда уже на месте. Строительство лунной станции на орбите, если все до этого хорошо и по плану, уже в 2026 году. Так что строительство базы на Луне может стартовать в начале 30-х годов. Конечно, стоит заложить в ожидания запасные год, два, три, но главное — это уже не мечты, а рабочий план. Пусть и прописаны подробно только до высадки на Луну. А что же параллельно готовят китайцы? Китайцы в ближайшие два года запустят целый отряд аппаратов к Луне. Орбитальный спутник связи, за компанию с ним зон, на поверхность — посадочный модуль и луноход. Это фаза разведки. Главная цель — поиски воды на Южном полюсе. После чего до 30-го года начнется фаза строительства. Международной лунной исследовательской станции на поверхности, не на орбите. Она должна состоять из роботов и дронов, без постоянного нахождения там людей. Хотя от планов по высадке Пекин пока не отказывается. Просто это не основная цель. Пока что. На станции сначала развернут модуль, который будет выполнять функции командного центра системами связи с Землей и аппаратами на Луне. Тогда же установят первые элементы энергосистемы — модуль с солнечными батареями. Только после этого начнут присылать исследовательские модули, в которых роботы будут на месте проводить анализы собранных образцов и различные измерения. На следующем этапе будут тестировать и отрабатывать технологии по добыче и использованию лунных ресурсов. Получать воду, перерабатывать минералы, чтобы появилась возможность развивать базу и может получить устойчивый доступ к редким химическим элементам. Китайцы после стабильных первых успехов расширяют лунную программу. И кажется, понятие космической гонки лучше подходит для описания того, что делают США, но не Китай. Для Китая главная задача и такая стратегическая цель космонавтики китайской на сегодня — не превысить достижения США, а хотя бы достичь того же уровня. Поэтому Китай стремится не стать первым, перепрыгнув в достижения США, просто потому что у него ресурсов пока не хватает, там и денег на космонавтику меньше выделяется, а в том, чтобы стать таким же первым среди равных или, наоборот, равным среди первых. Чтобы понимать, что нас ждет или стоит ли всерьез ждать появления лунных станций и дальнейшей колонизации на нашем веку, стоит присмотреться к особенностям новой космической гонки и сравнить ее с гонкой времен Холодной войны. Урок прошлого состоит в том, что когда могли, мы не захотели. У нас были технологии, и если каких не хватало, могли бы создать еще тогда или пока обойтись без них. Но гонка закончилась раньше, чем мы успели дойти до постройки первой лунной базы. Сейчас уже мало кто помнит, легендарные шаттлы — это реализованная часть, жалки обломок больших планов именно на Луну. Все остальное, там, станция, лунные модули, лунная база, все это было отброшено именно потому, что не было достаточного мотиватора, потому что мотиватор был действительно переплюнуть своего конкурента политического, в данном случае СССР. И когда стало ясно, что СССР даже не обладает возможностью повторить программу «Аполлон», даже в сокращенном виде, там, доставив одного космонавта на Луну, то есть было выражено очевидное превосходство американской космонавтики над советской, то действительно вся мотивация отпала. Не для ученых, конечно, а для политиков, которые принимают решения о финансировании науки и космонавтики. Поэтому, если вам говорят, что наука вне политики, а меня постоянно некоторые пытаются убедить в комментариях под роликами, подумайте, стоит ли человеку что-то объяснять, если он все еще не понимает, что нет, наука и многое, что в нашей жизни, напрямую в политике. Чем больше что-то в вашей личной жизни или общества зависит от политиков, тем больше это в политике. Хотите вы того или нет, участвуйте в политике сами или нет, потому что политика участвует в вас уж точно. От налогов до цен на еду, ипотеку и уроков, которые мучат наших детей. Так и облик и возможности будущей станции, если или когда мы начнем ее строить, во многом зависит не от наших технологических возможностей и хотелок ученых с инженерами, а от политиков. Все расходы на американскую космонавтику вот с самого начала, с Аполлонами, с Шаттлами, со строительством МКС за все время существования. И этот столбик всей космонавтики американской меньше годового одного годового бюджета Пентагона. И США здесь не исключение, а лишь наглядный пример. Такие же приоритеты у других стран. Просто посмотрите на Евросоюз, Россию, Китай, Индию, Японию и даже Австралию, которая вот-вот запустит свою первую ракету и сравните с их военными бюджетами. Постойте, пишет прямо сейчас кто-то под роликом, вот эти все бюджеты надо направить на благо людей, а не войны или бездонный космос. Здесь еще не решили проблемы, а лезем туда. Этой претензией, думаю, можно помять мечтательных романтиков. Их зацепят. А прагматики ответят. Деньги на космос тратятся на Земле и развивают самые технологичные производства у нас дома. Одна только постройка, полетевшая сейчас к Луне, ракета СЛС, обеспечила почти 40 тысяч рабочих мест. И это все самые высоко квалифицированные специалисты, которые потом растекаются по экономике, в машиностроение, автопром, микроэлектронику и так далее. Это не просто экономический рост за счет какой-то там работы. Ну, добыли больше нефти или газа. Вот и больше заработали. Нет, это развитие экономики за счет науки и технологий, а значит и появление новых для нее возможностей. Сейчас космонавтика влияет на жизнь практически каждого человека, имеющего в кармане сотовый телефон. Картография, спутниковая навигация, гигантское количество бизнесов, выросших на спутниковой навигации. Это тебе там и Тиндер, и Яндекс.Такси, Убер и куча другого. И я считаю, я не встречал таких оценок, но я считаю, что только GPS, вот только спутниковая навигация за последние 20 лет, за счет того эффекта экономии, который получила мировая экономика, и того эффекта появления новых бизнесов, новых услуг для человека, она уже купила все затраты на все космические эксперименты, все космические запуски за всю историю мировой космонавтики. Так что космос — это прагматично, и не когда-нибудь, когда мы построим лунные или марсианские рудники, а еще вчера, и уж тем более сегодня. Но этот же прагматизм, если нам не хватит для него визионерства, вдохновения развиваться, легко может оставить нас в положении «сидим ровно и довольствуемся тем, что и так работает и приносит копеечку». Тебе что, нужнее всех, что ли? А ведь это Китай своими космическими амбициями встряхнула Америку. Неслучайно финальную подпись под лунной программой поставил не домосед Обама, который откладывал и сбегал ее, а честолюбивый и беспокойный Трамп. Все бы вопросы амбиции решались в мире так. Мы сделаем лучше вас, а не хуже вам. Правда, тот же Трамп тогда же развязал торговую войну против Китая, но это уже совсем другая история. Спасибо Виталию Егорову, известному еще как «Зеленый кот». Он популяризатор космонавтики и автор книги про первых людей на Луне. Очень советую посмотреть его замечательный YouTube-канал, познавательно, информативно и легко про космонавтику и связанные с ней темы. Например, про спутники-шпионы и их реальные возможности. Мы с Виталием много обсудили за час беседы по Зуму про новую космическую гонку. В ролик вошли только несколько фрагментов, так что ниже в описании я оставлю ссылку на полную версию. Спасибо и вам, друзья, за поддержку «Сайван». Здесь, на YouTube, с помощью этой кнопки на Patreon для зарубежных карт, а для российских на Boosty и новом сервисе для поддержки творчества авторов Friendly to Me. Там минимальная комиссия. Особая благодарность. Дмитрий Орлов, Павел Новиков, Петр Кандауров, Айдебагер, Павел Дунаев, Антон Польгунов, Павел Борский, Хапчинск, Алена Мацикова, Олег Жин, Ренат Бальбеков, Максим Менделев, Роман Лога Машина, Владимир Емщуков, Василиса Версус, Евгений Балахнин, Дмитрий Абрамов, Конор Левич. Спасибо и всем, кто поддерживает лайком и комментарием. С вами был Влад, это «Сайван». Мирного нам неба и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!